Приветствую на канале Техатака! Сегодня у нас 7 обалденных изобретений, которые ты должен увидеть. Перед нами новая камера заднего вида. Pearl Rear Vision представляет из себя модуль, работающий от солнечных батарей. Это не просто камера заднего вида, а полноценное устройство, работающее на процессоре Cortex-A5, имеющее встроенный модуль Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Корпус выполнен из алюминия в виде рамки номерного знака. Двойная HD-камера обеспечивает угол обзора 180 градусов, то есть панорамный вид всего, что происходит позади автомобиля. Цена 500 долларов. Друзья, если вы не хотите досматривать продукт до конца, вы всегда можете использовать тайм-карту и перепрыгнуть к следующему изобретению. Все любят тонкие чехлы, и никто не любит разбитые телефоны. Однако действительно тонкие аксессуары не обеспечивают достаточную защиту, а те, что гарантируют смартфону полную безопасность, выглядят не слишком элегантно. Вот если бы сверхтонкий корпус давал защиту, соответствующую военным стандартам. Компания Moose Team из Лондона предлагает решить эту проблему с помощью инновационной технологии AeroShock. В соответствии с ней, к материалу, используемому при изготовлении чехла, добавляется пластик, состоящий из микрокристаллов, которые плавятся при высоких температурах. В результате чего возникают крошечные воздушные пробки. Пневматические микрокарманы, наполненные воздухом, действуют как набор пружинок-амортизаторов, принимающих на себя удары при падении. Смартфон в чехле Limitless от Moose Team можно сколько угодно ронять с большой высоты. Цена составляет 100 долларов. Полностью беспроводные наушники доступны покупателям не первый год. Но, как это часто бывает, только после выхода продукта от Apple данный тип устройств получает всеобщее внимание. Побороться за место в данном сегменте намерена компания Irin, представившая новые наушники M2. Они лишены проводов и представляют собой два независимых друг от друга наушника. Как уверяет производитель, уникальная форма Irin M2 полностью изолирует пользователя от внешнего мира. К тому же это самые маленькие и легкие затычки на рынке. Одной из особенностей M2 является то, что на их корпусе размещена сенсорная панель, позволяющая отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки без необходимости доставать смартфон из кармана. Поставляются наушники вместе с док-станцией в виде небольшой капсулы, выступающий не только зарядным устройством, но и чехлом для хранения. По словам представителей Irin, одного заряда от док-станции хватит на 12 часов прослушивания музыки. Цена составляет 190 долларов. iBand Plus – это беспроводное головное устройство со встроенными наушниками, разработчики которого обещают пользователям улучшить их сон и обеспечить хорошими снами. Это устройство, выполненное в форме небольшого обруча, надеваемого на лоб, оснащено целым рядом сенсоров, которые отслеживают движения глаз и тела пользователя, частоту сердцебиения и температуру тела. Кроме того, iBand Plus может также измерять электроэнцефалограмму с высокой, по утверждению авторов, точностью. Все это для того, чтобы понять, в какой фазе сна находится пользователь, чтобы выбрать подходящее время для того, чтобы с помощью определенных световых и звуковых сигналов помочь ему легко заснуть, перейти к так называемым «осознанным снам», а также своевременно и без напряжения проснуться. Цена – 170 долларов. Это тренажер с виртуальной реальностью, который позволяет проработать практически все мышцы во время одного сеанса полета. Скучно не будет точно. Вы будете летать над каньонами, среди гор и лесов, а тренажер поможет напрягать мышцы, как будто вы на самом деле летаете. Сложно сказать, чего здесь больше – занятий или развлечений с полетом, но то, что такое изобретение понравится каждому – это точно. Цена – 7500 евро. Это мощный портативный коллектив, кондиционер ZeroBreeze, призванный развеять летний зной и перенести немного свежести во время отдыха и развлечений на природе, обеспечив заодно воспроизведение музыки со смартфона или портативного плеера в качестве Bluetooth-динамика. Девайс предлагает также ночную подсветку, благодаря встроенному светодиодному фонарю яркостью 250 люмен. Также мы получим подзарядку мобильных устройств, будь то смартфон, тот же плеер, планшет или ноутбук. Это изобретение оборудовано аккумулятором емкостью 40 000 мАч, что дает нам до 6 часов работы кондиционера. Цена от производителя – 450 долларов. Продолжение следует... ПАП – это портативный сканер, который позволяет получить качественное изображение в одно нажатие. Просто обхватите нужный документ лазерной рамкой и нажмите кнопку. ПАП сам определит яркость вспышки, выпрямит изгибы бумаги и переведет документ в нужный вам формат. Карманный аппарат позволяет сканировать все, что вы хотите в любом месте, где бы вы ни находились. Гаджет упрощен до минимума. Всего одна кнопка, маленький сенсорный дисплей и потрясающая эргономика. Сканер прекрасно ложится в руку. Встроенные лазерные указатели позволяют подобрать необходимый масштаб, а подсветка дает возможность работать при недостаточном освещении. Цена девайса – 400 долларов. На сегодня у нас все, друзья. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на Техатаку. Субтитры создавал DimaTorzok